девчонки и мальчишки всем доброе утро доброе субботнее утро у нас восемь утра я уже час хожу калабродишь пытаюсь проснуться на улице прям сижу этот думаю уже уехала сначала в халате сидела тут все как этот ёж надутый умерзла ну проснусь проснусь кофе сейчас уже сходил переоделась у меня новая пижамка сейчас покажу на кухне все пытаюсь этот включила телефон думаю может так при свете хоть видно будет маникюр что никак не могу вам показать оттенок как он блестит так хочется чтобы вы видели там не просто белый ну такой не просто розоватый а именно ну как вот его ткнуть я даже не знаю с такими видите вот перламутриками там внутри вот так нет но более менее видно да там такие синенькие розовенькие желтенькие немножко есть ну короче я себе ткнула ну короче и это но когда вчера заметили вот этот ноготь у меня он знаете что он не онихолизис а есть такая как не инфекции она это не не инфекционная не заразная синегноечка называется такая проблема это не грибок она знать как появляется когда вот появляется полость вот как онихолизис это полость под ногтями пустая ну то есть ноготь не преврастает кожи туда попадает вода соответственно да и вот она короче как-то там начинает размножаться вот в эту в этой влажной среде но не как грипп это не этот мимикоз не как грипп и ничем не лечится и она появляется знаете если у вас вот такой черный ног и вдруг зачернет не пугайтесь это ничего такого страшного это не грязь под ногтами лечится единственным способом надо было еще два месяца назад ее снять а в принципе никак не беспокоит но она может просто уйти на весь ноготь ну вот так вот а мы покрытие снимаем не мастер-то маникюр и говорит давайте это оставим ну так они же красный лак красный лак же вообще сильно ну заметно если все ногти красные этот не красный допустим я говорю ладно светленьким будем потом делать потом уже это снимем но вот в этот раз уже игровать давайте снимайте лечится единственное чем лечится зачисткой то есть счищается проблема в том что счищать надо прям под самый корень вот прям под самый вот прям вообще в ноль не то что там в ноль постригать он прям даже снимать вот так вот немножко ногтевую пластину чтобы короче вот это вот черненькое и тоже до конца снять не смогли это я уже дома доснимала то есть чем сейчас буду лечить она будет отрастать я ее периодически раз в два дня спиливаю сверху еще она постепенно срастет тоже не первый раз так было мне почему-то как начинается это у меня с испании еще привезла начинать почему-то время в испании в россии нету такого ну естественно надо вылечить я приехала вот с таким ногтем из испании еще сращивал вот такие проблемы могут быть но это иногда появляется когда вот лак перенашивают гель тоже так выбывает так что с этим как бы поаккуратнее она конечно это вот так вот некрасиво это все и один вот такой ну куда одеваться ладно пускай так а вообще от гель-лак мне это не боишься гель-лаком все время покрывать пока нету проблем вообще мне мастер манекуру сказала я говорю если вот например может грустними на месячишко пусть отдохнет она как так они за месяц не отдохнут если готовы но снимать и приготовьте что где-то ноготь полностью срастает где-то за полгода то есть надо снимать и полгода ходить без покрытия но по тогда картон срастет примерно за шесть месяцев срастает отрастает вот поэтому она говорит если хотите давайте снимем просто просто так оставить ну то есть это в принципе чё вот ну короче я говорю ладно пока походим после нового года посмотрим я не могу я без наклея ну вот не могу прям вот это вот вот у меня такая прям этот зик ладно пойдемте смотреть пижамку да кофе пить еще не завтракал кстати поставлю вас на стоечку темно как в погребе у нас даже не знаю куда пристроить телефон то вот и вот а еще не влезает но она вся не буду влезать а то вы опять заругаетесь и опять в этих волосинах это короче пижамка комплектик 66 размер сейчас 66 размер цена и я заказала 2 и девчонкам показывала какие там заказы от одного продавца с одного склада они пришли в разное время сначала пришла вот эта я васе говорю забери тут дождь был как раз он забрал одну одна пришла забери что уж там 66 размер в отзывах пишут что она этот еще даже больше мерит ну то есть большая думает что там трикотаж да растянется то уж там примерять там ну короче он забрал так как бы вас пониже сейчас я приготовила хлеб маслом на завтрак хлеб масла с черненьким хлебушке захотелось мне все тут как начала так мне прям захотелось с черненьким и у него не очень ты можно так ну ка влезу я там в кадрами сейчас примерим у лезу почти поставить и поставить вот вот дремс мечты короче качество хорошее мой тех но знаете как 66 вид она вот здесь вот не тянет футболка сама по себе длинная такая прям не до середины бедра а до середины бляжки вот так скажем а штаны они надеваются они как ползунки bridgetal вот я конечно начинала в них конечно можно ходить все но они такие как это девчонки видели меня в телеграме показал вот а второй костюм такой же не но не связи не такой же модель такая же размер такой же цвет другой я что-то цена 500 рублей я что-то посмотрела посмотрела очень конечно лежит до сих пор я думаю я наверное его не возьму ну чем в обтяжку эти штаны они все-таки нужны то есть мои-то эти спортивки они порвались все ножки не взяла ну короче не знаю даже брать не брать сейчас вот я его постирала но еще не это не примеряла штаны я боюсь что не совсем 7 пристроимся здесь и пойдем по хорошим новостям они тоже есть про этот вот по хорошим новостям до следующего понедельника вот не до этого даже понедельника сегодня суббота а всю неделю следующую будет дождь не знаю хорошая ли это новость для кого-то я что-то как тоже насладилась дождем а потом по-моему а нет я дальше смотрел там что-то день 20 солнышко так облачку без дождя так я хочу маленькие кусочки мы вчера не доели на этом на обеде маленькие кусочки а пока мы занимаемся тем что переносим видео всех не проблем много спеши что начинают с ютюба переносить видео публиковать там на рутубе короче да спасибо кто подсказал девчонки я об этом знал но естественно прежде чем лечь на рутуб конечно мы там все условия прочитали условия монетизации как что делается все функции попробуем и да там есть сразу нашли эту функцию перенос видео с ютюба то есть оптом можно заказать а не перенесу я заказал там идет сейчас не буду пока на рутубе ничего публиковать потому что они все равно перед перенос идет короче автоматически перенесут последние 500 видео и так интересно сейчас переносит кому интересно тоже может сходить посмотреть там новенький кто может они хотите для и в рандомном порядке так я вчера залезу посмотреть они еще не все видео перенесли они почти а течение труднее будут переносить такой бам с видео год назад раз шесть месяцев назад раз три месяца назад раз новое видео по какому принципу они распределяют я не знаю я так сама посидел поделиться а забываешь и забываешь и снимаешь и потом ну как бы я не держу это в голове снимать снимать не нам доску надо было взять ну короче сижу прикалываю пока видео но чего-то че не говорите да как бы за не ругали все равно взял это сейчас выход просто для многих и на нем конечно дофига рекламу я сама сейчас смотрел блогеров тоже быть больше угнул их 10 раз почему-то карать начинается ну вот а девчонки кстати говорят из приложения если взять смотреть рекламы нет вот как это не знаю я не смотрю я нет я не люблю приложение так скажем так вот у меня готова что-то тебя будет у меня на завтрак ну что всем приятного аппетита есть еще печенюхи возьми сюда придется так себе печенюхи чё-то мне даже не это будет второй кофе приятного видео короче вот так такие такой у нас субботно утро с такими новостями в общем все переносится я думаю сейчас главный акцент будет все таки как я понимаю что на ютюбе тоже по одной подписчики и думаю ну вот вы уж не обижайтесь пожалуйста кто будет смотреть сначала будет все выходить на дзене все видео да ну во первых туда и грузится быстрее и там так сказать сроки публикации немножко другие но мы же под спад время тоже подстраиваешься когда публиковать публиковать вот но она так и раньше выходил сначала на дзене потом на ютюбе вечером сейчас будет сначала на дзене также остается потом будет вконтакте потом в одноклассниках и уже в последнюю очередь на ютюбе так кстати те кто злорадствовал есть несколько каналов авторов которых люди очень не любят и они начались но вот эти хейтеры они начали злорадствовать да я сейчас сплетни сплетни разнесу они начали злорадствовать что типа теперь новый канал надо создавать чтобы если можно поменять страну я же говорил страну поменять нельзя то есть дедиктор тоже где-то край муха что-то услышали и понеслось я уже говорил для мужа и форма она в принципе зрителям не нужна эта информация но если вдруг кому интересны кто-то пойдет шуком так хотите имейте ввиду канал канал youtube канал и от сенс профиль процесс это разные вещи то есть вот как был у человека канал допустим 300 тысяч подписчиков да из россии он так и остается в самом канале в youtube канале можно поменять страну сейчас слушайте внимательно youtube канал там можно поменять страну но когда вы создаете ацент отдельный профиль и потом привязываете его к youtube каналу вот так понимаете вот так это работает в аценте должна быть указана сейчас любая страна только не россия вот вот она чего понимаете а в аценте если он раньше был создан в россии поменять страну нельзя а без поживания можно а страну поменять нельзя можно поменять имя адрес платежные данные все страну поменять нельзя почему потому что когда регистрируешь новый google adsense вот этот вот дам тебе приходить его зарегистрировал это понимаете как это все равно что вы заключаете договор с какой-то финансовой организации вы с ней заключаете договор со всеми вашими данными как сказать реальными как человека паспортные данные там вот это вот вся фигня заключаете договор пишите какой-то адрес ваше проживание его отправляет эту анкету значит зарегистрировали и google в течение я не помню раньше мы получали в течение месяца я в испании получила а когда первый регистрировал в россии что-то в течение трех месяцев но это было очень давно 20 лет назад а вот в испании в течение месяца получаешь письмо бумажное с кодом подтверждения что ты проживаешь в этой стране понимаете этот код берешь из письма идешь на сайт там его вводишь тем самым подтверждая свою личность свое значит местонахождение в стране и свое это для этого не обязательно иметь там испанский итальянский немецкий или еще какой-то паспорт другое гражданство нет достаточно чтобы человек с любым гражданством проживал постоянно в какой-то стране а то что там сейчас все обрадовались а у вас там сейчас это да вы не граждане граждане это вот люди от незнания просто вот сидишь читаешь такое ты думаешь на ее ночью несу через это все не так работает ну то есть ты хоть разбери я понимаю что не надо лишь были полу да ну вот кто начинает переживать там за своих блогеров я говорю человеку что достаточно сейчас сделаем допустим вот приехать в какую-то страну даже в ту же тур но это знаете тоже надо выбрать в болгарию допустим можно в черногорию куда-то приехать я не знаю в какие-то вот такие страны где ты можешь пожить месяц-два вот так то есть ты зарегистрировался по этому адресу он приехал квартиру снял зарегистрировался то есть по месту пребывания в любую стране регистрируешься и все и google отправляешь вот этот адрес мол тебе присылает письмо на этот адрес даже можно не так сделать если есть какой-то человек другой стране надежный ему на его адрес отправляешь не важно какое имя стоит свое имя ставишь просто отправляешь на другой адрес получаешь там письмо человек получает письмо тебе говорит кота его здесь вот то есть вот это вообще не проблема надо главное чтобы иметь вот ну знакомых а платежные данные все это будет на твой адрес просто если вдруг иногда google периодически устраивать дополнительные проверки то есть еще подсчет одно письмо вот так может быть просто тот человек доверенный который сидит он должен быть в курсе но что может прийти письмо вот так и не пугался вот и все это как бы не ничего такого страшного в принципе нету поэтому я говорю набирать там закрывать канал на ютюбе набирать новых подписчиков там опять эти допустим 300 тысяч это это не не то оно так не работает надо просто чтобы кто-то где-то открыл приходить с проверкой там в полиции проверять живете вы поэтому адрес у меня в гугл не будет так что вот так это я вам рассказал своим своим детям по секрету я что-то давиться так стал стал часто или треплюсь много много разговариваешь на бугбанге ну ладно тоже мы же не просто лопаем мы же общаемся на бугбанге давить печенье вообще не хватает вот такие дела чашень готовить буду не знаю включением через приду на блин готовить не готовить может пирожки все него еще дома были мы когда кто-то делаем я не знаю походу вот эта самая недоделка она еще будет стоять до нового года пока до нового года я не психану что давай уже чтобы было красиво да как было вроде ладно завтра ладно завтра беда со мной нет со мной не беда вот такие дела на девчонки я с вами поделилась если кто чё переживал да потому что даже смотрят же не только меня допустим о других блогеров и я смотрю там кто-то переживает но уже других блогеров тоже мои же мои же подписчики из других блогеров это не в смысле явности я просто объяснить хочу что вот такие технические моменты то есть если кто захочет возможность найдет я думаю сейчас знакомых по заграницам у всех хватает кто можно попросить просто какого знакомого получила свой адрес письмо еще и вот этого знакомого тогда письмо из google она ни к чему не обязывает никаких на него не налогов не вешают вообще ничего все по всем налогам отвечает тот человек который зарегистрирован фамилия этого стоит че имя стоит тот и отвечает перед налогой а адрес это просто адрес тоже человек может игру адрес можно поменять можно вообще любой от балды написать потом адрес и все даже какой-нибудь несущественную вещь до границы просто сам факт что надо куда-то получить письмо вот это так работает ничего ой господи или мы не русские или мы не найдем что ли какой выход из этого положения прямо жена мы же такие в пропуске особенно так вот кто-то открывает помогайте ну то есть кто-то через кого-то там получает эти деньги с ютюба выводит ну такое тоже есть но я бы не стал так морочиться все решаемо все в этой жизни и решаем если немножко спокойно посидеть подумать спросить умных людей как это работает это работают так знаете больше паники навели чтобы люди побежали на другие каналы подписываться больше паники навели ну ладно на ютюб сейчас неудобно смотреть с этим вебином у кого работает у кого не работает такая штука ладно все но нет не все сейчас что будет даем ничего нибудь еще интересное сделать пока у нас тут уже закончил мечты приносить все всем хороших выходных